Итоги недели с Николаем Сванидзе Николай Карлович, я напоминаю нашим слушателям, что целый час мы обсуждаем самые главные новости недели, на которые тоже вы можете реагировать и отправляете ваше сообщение на смс-портал или ватсап, это по одному номеру, плюс 7903-797-6333. Ну и начнем традиционно с понедельника, Николай Карлович. Тут, конечно же, хочется сразу про Анищенко поговорить, но у вас была до такой степени гениальная реплика на эту тему. Ну, повод был гениальный, что там, просто... Я просто слушателя отправлю... Сама рука тянулась к перу, а перо к бумаге. Сходите на наш сайт, друзья, и послушайте, пожалуйста, тему дня за 60 секунд, как раз про предложение Геннадия Анищенко. Тут единственная правда, что пугает, то, что все, о чем говорит Геннадий Анищенко, потом запрещают, вы понимаете, Николай Карлович? Будь то шпроты, будь то молдавские вина... Назовите уже слово, слово, сестра, скажите имя, имя, о чем говорил Анищенко. Первый зампредседателя Комитета Государственной Думы по, я подчеркиваю, образованию и науке Геннадий Анищенко предложил рассказывать школьникам на уроках половой грамотности, это, кстати, большой вопрос, где он видел такие уроки, о вреде мастурбации. 21 век. Вот примерно так оно все и было. Ну, давайте, на самом деле, сейчас все-таки о каких-то более серьезных вещах. Смотрите, что произошло у нас в понедельник. Это что может быть серьезнее мастурбации? Казалось бы, нет, есть спасение Дерипаски, вы знаете. От мастурбации? Это следующий шаг, Николай Карлович. Минпромторг предложил для поддержки Дерипаски разрешить продавать пиво по ночам. Причем не просто так, а в алюминиевых банках. И только в них об этом в начале недели сообщил коммерсант, но не просто так, а уже на законопроект ведомства. И там, собственно, не скрывается, что меры эти необходимы для поддержки производителя алюминиевой продукции. Мы все знаем, кто у нас главный человек, который отвечает за алюминий, которые, соответственно, попали под санкции и столкнулись из-за этого с сокращением спроса. И, собственно, об этом напрямую говорится в пояснительной записке к законопроекту. Правда, против идеи Минпромторга выступила ФАС, где заявили об ущемлении интересов производителей других видов тары. То есть вот тут непонятно, то ли еще и в стекле разрешат, то ли все-таки Дерипаску не спасти. Как вам вот подобного рода сообщение? Спаиваем народ, но при этом спасаем Дерипаску. Кстати, АПРОПО, что называется, у меня при уважении огромном, естественно, к этому учреждению, мне очень нравится аббревиатура ФАС. Да-да. Которая известным образом характеризует взаимоотношения с общей, кстати, с государственным руководством. Вот. Ну, алюминий самый легкий из железка, как известно, значит. И алюминиевая, алюминиевая вся эта тара, действительно, она ассоциируется с именем господина Дерипаски. Имя господина Дерипаски ассоциируется с рядом, с узким кругом олигархов, которые сейчас переживают достаточно сложные времена, потому что власть государственная вынуждена им как-то облегчать их существование, затрудненное в связи с нынешними международными отношениями. Поскольку российский бизнес сейчас испытывает трудности в мире, поскольку Россия испытывает трудности в мире, и бизнес возвращается в Россию, идет национализация, фактически, олигархов, национализация капиталов последние годы. Это стратегия нашего руководства государственного, чтобы наши деньги были у нас, чтобы наши олигархи были у нас, и в голове их не сидело двоемыслие, что вот типа того, что мы сами-то граждане России, а бабочки наши там, а семьи наши там, и поэтому где наши интересы больше, здесь или в Англии, это одному Богу ведомо. Значит, интересы должны быть в России, но если интересы должны быть в России, то нужно каким-то образом все-таки им помогать материально. Поэтому идея помогать материально, в частности, господину Дорипаске, вот она, конечно, сидит в наших главных головах, но насколько это получится, я не знаю. Вообще вот это теперь одно из главных направлений нашей государственной политики – облегчать жизнь и нашим олигархам, и каким-то образом, так сказать, компенсировать их затраты вследствие резкой такой и маскулинной нашей международной политики, понесенной, вот, компенсировать их внутри страны. Это надо просто понимать, что это не случайность, связанная не только с именем Дорипаски. Это такой достаточно долгосрочный тренд. Ну, кстати говоря, по поводу разнообразной помощи, это тоже, кстати, новость понедельника, о том, что фонду Ралдугина выделят 6 миллиардов рублей из федерального бюджета. Это другое. Ралдугин – это культура, господа. Культурка! Это культурка наша. Это святое. Это скрипки, это все такое прочее. Виолончели. Это помощь детям, детям, детям и детям, как говорил Остап Бендер. Детям. Николай Карлович, у нас народ окончательно с ума не сойдет от, я даже не могу сказать, назвать это внутренним, от внешних противоречий. Потому что посмотрите, как у нас сейчас получается. С одной стороны, нам последние, ну, наверное, лет 5-7, вводя, да, законы на торговлю, запрет торговли алкоголем, там, по ночам, например, да, после 11. Хотя, казалось бы, по ночам самое время, самое время, дети спят, чем себя занять. Потом, запрет курения в общественных местах. И тут каким-то неожиданным образом выясняется, что, например, вообще рекламировать пиво-то нельзя, но одни равны, другие равнее. Но если у тебя чемпионат мира, то можно. Да, конечно. Выпивать по ночам и продавать нельзя, но если спасти Дерипаску, то вроде как опять на благое дело ты выпиваешь. Ну, естественно, потому что одно дело пить вредно, а другое дело спасать Дерипаску полезно. Ну, это нормально совершенно. А обратно же, то, что вы правильно совершенно сказали, привели к примеру чемпионата мира, у нас же мы уже давно работаем как бы на внешнее восприятие нас. То есть не важно, какие мы на самом деле, важно, чтобы нас видели хорошими. Поэтому, это еще, кстати, с давних советских времен, еще вспомним Московскую Олимпиаду, когда иностранцы, которые приедут к нам, должны видеть чистый город. Когда вывозили нежелательные элементы. Чистый, стерильно просто чистый город. Когда всех вывозят, ни одного бомжа, ни одной проститутки, ничего тут не будет, все чистенько, аккуратненько, и квадратно-гнездовым способом все засеяно, зелененькое, все замечательно. Вот. И сейчас то же самое. Мы всегда рассчитывали на внешнее восприятие, мы должны были производить очень приятное внешнее впечатление. Наши внутри перебьются, мы мозги как бы ватрем, баки там все и так далее. А главное, чтобы нас представляли себя хорошо. Это остается у нас, к сожалению. Это синдром, это комплекс закрытого общества. Оно у нас сейчас не такое далеко закрытое, как советский период, но комплекс этот остался. Ну, это удивительно, мне просто интересно, до какой степени эта вся история будет работать, потому что, вот, например, да, мы с вами вот две новости мы обсудили, ну, ладно, окей, они щенка не считаем. Значит, спасение Дерипаски, 6 миллиардов из, я подчеркиваю, федерального бюджета Ралдугину, и тут же, например, в понедельник ведомости нам пишут о том, что в России будут недоступны импортные вакцины для гриппа. Это... Опять мы затянем... Это другое дело. Это антисанкции, контрсанкции, это наша борьба с мировой закулисой. Но ведь это уже касается непосредственно здоровья детей, в первую очередь. Несомненно, несомненно. Это, на самом деле, вообще самое острое. Это уже совершенно не смешно. Потому что, вот, когда нас лишают, там, доступа, там, к французским сырам, и по этому поводу смеются. Ну, хорошо, ладно, предположим, без этого можно пережить. Хотя, собственно говоря, почему без этого надо жить? Почему нужно жить на... Лопать сыры на вредном, вредоносном пальмовом масле, о котором что-то молчит господин Онищенко, увлеченный проблемой анонизма. А французские сыры мы должны там, если и покупать, то за цену москвича. Ну, это нелепо. Но ладно, можно перебиться. Можно вообще отказаться от сыра и не помереть. Но лекарства. Вот это страшно. Потому что импортозамещение по части лекарств, оно может быть просто опасно для здоровья миллионов людей. У нас, если у нас нет соответствующего замещения, а как многие говорят люди, имеющие отношение к медицине, многие лекарства не могут быть замещены просто. Название тоже. Название тоже. Все тоже. Но лекарство только другое. И не работает, по-моему. И не работает. Или не так совсем работает. Вот это крайне вредно. Это значит, что мы становимся жертвами собственных политических, идеологических каких-то принципов во вред здоровью наших людей и нас с вами. Это очень опасно. Я напоминаю еще раз слушателям. Плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три три три. Слушатели спрашивают, где, где, где можно переслушать Николая Карловича Прониченко. Ребят, www.silver.ru. Тема дня за 60 секунд. Вот там послушайте. То, что касается вторника, материал, который опубликовало издание The Bell, там узнали о подготовке правительством плана отказа от доллара. Сообщалось о том, что готовится такой проект об отказе российской экономики от использования американского доллара, который через одну-две недели, как сообщает The Bell, утвердит премьер-министр Дмитрий Медведев. Цитирую, правительство не станет запрещать расчеты в долларах, сказал источник издания в одном из ведомств. Инициатива в первую очередь должна создать возможность для расчетов в национальной валюте, облегчить валютный коридор, либерализовать валютное законодательство. Для этого необходимо, в частности, на уровне центральных банков создать инструменты, которые дадут доступ к ликвидации в валюте другой страны без необходимости закупать ее на валютных рынках. Ну и там пошла, конечно, карусель в этот же момент, начали опровергать. Тут мы на днях узнаем, что все-таки такой план существует. Две недели назад буквально господин Костин опубликовал довольно большую статью на тему того, что, в общем, ребят, мы готовы отказаться от доллара, и это будет правильно для российской экономики. Насколько я понимаю, это была во многом даже его инициатива, господин Костин. Да, да, да. Выдержит ли это российская экономика, Николай Карлович? Насколько это правильно? И вообще это будет работать? Или это опять какой-то вот белый шум? Даша, насчет российской экономики, это не совсем ко мне вопрос. Я все-таки не экономист и не претендую на это. Я брифингую только, читаю и брифингую уважаемых авторитетных и знающих экономистов. И в данном случае здесь могу как попугай повторить то, что я слышал от них и то, что я сам читаю. А слышал и читаю я следующее, что это предсказуемо, конечно же. Вот этот вот уход от доллара. Это, хотя все говорят, и, наверное, правду говорят, что это действительно не значит, что будут там изыматься доллары и так далее. Что если найдут у человека доллар в кармане, его посадят на 15 лет, этого всего не будет. Но у нас ведь чем больше опровергают, тем больше народ верит в то, что опровергают. Нас так приучили. Да, читать наоборот. Ну, разумеется, с точностью до наоборот. Поэтому народ уже, как по великому русскому поэту Николаю Алексеевичу Некрасу, Белинского и Гоголя с базара понесутся. Понесли доллары из банков уже наличные. Понесли. Это уже известно. Это факт. Чем больше несут доллары, тем дороже они будут становиться. Чем больше будут слухи ходить, и практически это будет. Чем дефицитнее будет доллар, тем он будет дороже по отношению к рублю. Значит, это просто простая логика. Для этого не нужно бы иметь семи пяди во лбу. Чем товар, в данном случае доллар, дефицитнее, тем он дороже. Значит, доллар будет таким образом падать по отношению к доллару и естественным образом и по отношению к евро тоже. Значит, это придет к падению рубля. В какой-то мере это нашему государству выгодно, потому что... В отличие от нас с вами Которым невыгодно Удешевление рубля Потому что это бьет по нашим с вами карманам Государству это в известных пределах Выгодно, потому что государство Облегчает социальные расчеты с населением Потому что государство продает нефть И газ за доллары А с нами с вами рассчитывается за рубли Рублями Платят нам зарплаты, пенсии Все такое рублями Поэтому чем дешевле рубль Тем легче по отношению к доллару Тем лучше себя чувствует государство Которое получает в дорогой валюте А расплачивается в дешевой Поэтому это в принципе государству В известных пределах пока мы с вами не озверели А мы с вами пока не озверели Согласно опросам Это государству достаточно выгодно Но конечно к чему это приведет Для нас с вами понятно Еще раз повторю к удешевлению рубля Соответственно к легкому напряжению В нашей с вами повседневной жизни Ну и еще раз подчеркну Ну что если в начале недели Все это было так Со ссылкой на источники Говорят что То вот буквально Вчера позавчера Действительно уже был внесен план Той самой дедоларизации Об этом сообщил не просто так А глава Минфина Антон Силов Потому что есть Есть же такие иллюзии У очень многих наших сограждан Что вот мы сейчас декретом Советской власти Уберем доллар из нашей жизни И заживем за рубль Фигушки Мы живем в мире Где есть твердые валюты И рубль одна из валют Слава богу Но не столь твердая Как доллар и евро И никуда от этого не денешься Невозможно нырнуть куда-то В рублевый океан И в нем жить Так не получится Переходим к карусели губернаторов Очередной Николай Карлович Это произошло тоже во вторник Значит давайте прям Вот я прям перечислю Не только губернаторов Мэр Владивосток Объявил об отставке Губернатор Курганской области Ушел в отставку Глава Липецкой области Объявил об отставке Что еще значит При этом на этом фоне Один из двух кандидатов Губернатора Хакасии Снялся С выборов И там теперь значит Будет следующим образом Второй тур Да значит Будет назначен второй тур Где в общем Кандидат уже снялся И там теперь фактически Один кандидат От партии власти Да Который при этом Остается шансы Что он может проиграть Сам себе Маловероятный Маловероятный вариант Что это такое Это какие-то Вот опять ротация кадров Это вот эта свежая кровь Или Даша Значит это просто На самом деле Мы же просто Завидной регулярностью Наблюдаем Нет Сейчас процесс Такой беспрецедентный Во многом Вот эта вот Карусель отставок Она связана С поражением Партии власти В нескольких регионах На состоявшихся выборах Мы знаем Что в нескольких регионах Где были повторные Где был второй Второй этап Да Выборов Там партия власти Не смогла выиграть Причем проиграла Техническим кандидатам Слабым Не рассчитывавшим Сами на победу И их партии Там КПРФ И ЛДПР Не рассчитывали На их победу Выставляли слабых Технических кандидатов Поэтому речь идет о том Что не эти выиграли А партия власти Проиграла Что стало звонком Для партии власти И для Кремля Совершенно справедливо Что это звонок Это свидетельствует Как раз о том Что пациент На данный момент Скорее жив Чем мертв И что он реагирует На сигналы Значит И принято было Такое решение В общем достаточно Тактически Во всем случае Эффективное Стратегически не очень Я сейчас скажу почему Убирать потенциально Или в общем уже реально Слабых Наличествующих Руководителей регионов Заменять их новыми Которые еще не успели Проштрафиться Не успели заработать Негативный рейтинг И пока они не успели Его заработать Выставлять их На предстоящие выборы А за ними Весь объем власти За ними Могучая Значит Стена Кремлевская А Что такое Наши регионы Наши регионы Зависят от От трансфертов Денежных Кремлевских Поэтому если человек Не связан с Кремлем Если он Позиционирует себя Как оппонент Ну денег Ты нифига не получишь На что регион будет жить Это всем людям понятно Поэтому даже Это нужно Очень сильно Быть раздраженным Чтобы выступать Против кандидата Из центра Потому что Ты получишь Оппозиционера У себя В руководителе И не получишь денег И как ты будешь жить Ситуация заложников Фактически Ну фактически да Потому что ясно что Но Есть другой вариант И в этом смысле Тактически Власть права Эти люди Которых она выставляет Вот там сейчас скажем Наиболее яркая Отставка Полтавченко В Питере Вообще неожиданная На мой взгляд Казалось бы Хотя люди Люди Так сказать Знающие ожидали В частности За несколько дней до этого По-моему Ксения Собчак сказала Что это ожидается И не только она Это знала Ему на смену Пришел Представитель Президента В северо-западном округе Господин Беглов Господин Беглов Давний Знакомый Нашего президента Строитель Там и так далее И так далее Человек Насколько я понимаю С репутацией Более жесткой Чем у Полтавченко Более конкретно Управленческой Чем у Полтавченко А поскольку Питер Санкт-Петербург Город Который последнее время Стал избыточно либеральным По мнению По мнению Кремля И что-то бунтует И молодежь там выходит Считается, что он справится Вообще справится Вот И я думаю, что он Имеет очень хорошие шансы Господин Беглов Стать губернатором Так же, как все другие назначенцы Другой вопрос Что это тактический вариант Он правильный тактический В краткосрочном режиме В долгосрочном Будь я советником Кремля К чему меня никто не приглашает А я бы только за очень большие деньги Согласился Но Я бы советовал Не бороться За то, чтобы кто-то свой победил А договариваться С победителями Потому что Исходя из тех реалий О которых я сказал Все равно все будут ждать денег Да будь ты хоть коммунист Будь ты хоть ЛДПРовец Других там не будет Потому что Навальный в тюрьме Все время сидит Как выходит Сразу снова садится Значит Это представители Так называемой Системной оппозиции То есть Никакой Ручной Которая через палочку У власти прыгает Которая сама Есть продолжение Партии власти И с этими людьми Договориться Сам Бог велел Как он себя не называй Как только он приходит к власти Ты с ним договариваешь И ставишь условия Либо ты ведешь себя правильно Либо ты бабок не получишь Все Я думаю Что власть К этому должна прийти Если она к этому не придет Это будет свидетельствовать Об ограниченности Ее морально-политического ресурса Ну вот ровно Приходит тут же Сообщение от Михаила Как раз Вот на эту же самую тему И по поводу Карусели с отставками губернаторов Миша пишет А у меня ощущение Что кого бы сейчас Партия власти не поставила Она все равно Заранее проиграет И дело не в тех людях Которых она ставит А дело в том Кто ставит этих людей Договариваться с выбранными кандидатами По-моему намного разумнее Вот я абсолютно с этим согласен Ровно то что я говорил Потому что Когда ты ставишь своего кандидата Ты несешь за него ответственность И его косяки Будут косяками Кремля Они будут восприниматься Как косяки Кремля Они будут восприниматься Как косяки президента Так или иначе Будут сказываться на его рейтинге А рейтинг президента Это наш все Напомню У нас других Гарантов нашей стабильности Кроме рейтинга президента У нас нет Все остальные институты У нас не работают И поэтому легче Пусть Вот вы побеждаете И побеждаете Вот вы и несите ответственность А мы с вами договоримся Слушатели нам пишут Губернаторы ушли Потому что деньги для вратства Остались только у правительства Ну правительство Их иногда делегирует в регионы Потому что регионы Нужно на что-то жить Понемножку Конечно Дозировано Плюс 7903 7976333 СМС портал Он уже номер Ватсапа Друзья пишите И комментируйте Все что мы сегодня обсуждаем С Николаем Карловичем Давайте Уделим пару минут Ну то есть скажем так К скандалам с ГРУ Мы еще сегодня Безусловно перейдем Когда доберемся ближе К четверг Сладкая история Да 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 Вот Но давайте пока обсудим Господина Чипигу Про которого во вторник Появилась новая информация Мы много говорили о том Что есть данные Что господин Чипига Является героем России Он награжден Собственно он как герой России Так вот 1 октября Журналист Сергей Канев Рассказал За что Анатолий Чипига А я напомню Это известный Солберецкий рубаха парень За что он собственно Получил героя России Оказывается За руководство отрядом Который обеспечил Это собственно Это так называемый Руслан Баширов Да Тот самый Руслан Баширов Вроде как Анатолий Чипига Обеспечивал охрану Януковича После его отстранения От власти И дальнейшее сопровождение Президента В Крым При этом Глава МВД Украины Арсен Аваков 2 октября Также заявил Что Киев считает Чипигу причастным К организации Выезда Януковича За пределы Украины И бывший глава Службы безопасности Президента Украины Тогдашнего Виктора Януковича Константин Кабзарь Обратился в суд В Киеве С просьбой Допросить его О роли Анатолия Чипиги В эвакуации Януковича С Украины В феврале 2014 года Ну вот это Значит Обнаружил Канев И немедленно Убыл Из Российской И уехал из России Это немаловажно Потому что он оказался По его информации Под ударом Под очень серьезной Угрозой для его безопасности Жизни И как минимум Свободы Вот Что является Косвенным Подтверждением того Что он рыл В правильном направлении Значит Вот действительно Нарыли Что господин Чипиги Что Руслан Баширов Это Анатолий Чипига Полковник ГРУ Ныне Главное управление Генштаба Министерства обороны Российской Федерации И что Он получил Орден Героя России За Сопровождение Раньше Это называлось Эскорт Эскорт Слуге Оказал Значит Господин Янукович Бывшему Ныне Президенту Украины Сопроводив Его Вот Значит В безопасное Место Куда-то Насколько Нам известно По-моему Из прессы Куда-то В район Подмосковья Где он сейчас Пребывает И Англичане Обещают А они Время от времени Тоже дозировано Выдают информацию Так же Как правительство Дозировано Направляют деньги В регионы Они дают Возможность Наврать Они дают Возможность Запутаться Там что-то Наговорить Вот И они так Наблюдают За происходящим И они Обещали В скорости Выдать Информацию И о господине Петрове Ну Ожидаем С интересом Плюс 7903 797 6333 Номер нашего СМС-портала От Алексея Вот такой вопрос Николай Карлович Откуда вообще Можно набрать Такую информацию Она что И реально Есть в открытом доступе Это имеется ввиду Сведения Про ЧП Дорогие друзья Вообще Вся основная Разведывательная информация Уже долгие десятилетия Она Берется Из открытого доступа Есть Эксперты Которые сидят Читают газеты Смотрят телевидение Сейчас роют интернет Последние годы И там есть При желании При наличии Навыков Аналитических И определенных Определенного Системного подхода Есть все Если Если мы с вами Думаем Что Разведчики Контрразведчики Это те кто Как господин Баширов Или господин Петров Или кого там За них Приняли Они под видом Искусствоведов Едут куда-то Что-то там Снимают Мажут Ручку Ядом И так далее Нет Это не разведчики Это диверсанты А те Те кто Занимаются Разведкой Сбор То есть Сбором Не убийством Людей А сбором Информации Они в основном Пользуются Открытым доступом Где есть практически Все Главное Уметь искать Николай Карлович Сваниза В студии Серебряного дождя Только что Пришла срочная новость Со ссылкой На федеральную службу Исполнения наказания О том что Олег Сенцов Прекратил голодовку Сообщил об этом Заместитель директора ВСИН Валерия Максименко Цитирую Лучшие диетологи Москвы Разработали для него Специальную диету Для вывода из голодовки Пока новость Обновляется Нет никаких подробностей Я думаю что мы С Николаем Карловичем Это в том числе И обсудим Через несколько минут С приветом Набутов Итоги недели С Николаем Сванидзе Еще раз доброе утро С приветом Набутов Без Виктора Набутова Меня зовут Дарья Гордеева И Николай Карлович Вместе со мной В студии Серебряного дождя Обсуждаем главные новости недели Еще раз доброе утро Николай Карлович Здравствуйте Вот и конечно нельзя Пройти мимо новости Которая пришла Вот до перерыва О том что По сообщению в СИН Я подчеркиваю Адвоката Олега Сенцова Пока это сообщение Не комментирует Но по сообщению в СИН В частности Заместителя директора ВСИН Валерия Максименко Олег Сенцов Прекратил голодовку Голодовка продолжалась Более 140 дней Господин Максименко Утверждает Что сейчас лучшие Диетологи Москвы Разработали для него Специальную диету Для вывода Из голодовки Я напомню Что Олег Сенцов Требовал не только Собственного освобождения Да и в первую очередь Не собственного освобождения А по моему Там 64 Еще было Украинца Которые сидят в российских тюрьмах И вот тут же появлялась Как раз информация Уже от нашего правительства Правда Ну Песков Как обычно Был не в курсе О том что Вроде как Наш-то и готовы Поменять Олега Сенцова Но На трех американцев Почему к американскому правительству Ну значит Давайте поэтапно Просто интересно Договорились или нет Непонятно Давайте поэтапно Во-первых О прекращении Голодовки Сенцова Если эта информация Соответствует действительности Я надеюсь Тогда она очень позитивная Это очень хорошо Потому что возможности Человеческого организма Как известно Ограничены весьма Вот И в этом отношении тоже И Это благая весть Значит В любом случае Почему бы это не произошло Это хорошо Второе Почему это произошло Комментировать не готов Потому что не знаю Неизвестно Будем ждать информации Что Под каким соусом Сам ли решил Его ли каким-то образом Уговорили Не знаю Не знаю Буду ждать Человек он очень твердый Как мы с вами поняли И Для того чтобы он принял Такое решение Должны были быть серьезные основания Ну вообще Конечно Простите Мне все-таки хочется с вами Это обсудить Вот Сам факт Вот этого заявления О том что мы готовы Поменять Олега Сенцова На людей Которые сейчас Находятся в заключении В США Там Бут Бутина И Ярошенко по-моему Лётчика зовут Фамилия И выглядит вообще Все это со стороны Примерно следующим образом Дорогие ребята Вы так всем миром За Олега Сенцова Ну так идите на поклон К Соединенным Штатам Уговаривайте их Чтобы они отдали нам Этих людей И тогда Забирайте своего Олега Сенцова Вообще Как выглядит Какое-то Издевательство На уровне Там второго Третьего класса Это не второй Третий класс Но в том что это нелепо Я с вами абсолютно согласен Где Сенцов Где Америка Почему собственно Американцы должны Менять заключенных У них Там российских граждан На украинского Гражданина Сенцова Который сидит В российской тюрьме Непонятно Мы как бы Этим демонстрируем Вот что Я вам скажу Что Украина Это для нас Не партнер по переговорам Ах вот так У нас партнер по переговорам Это меньшой брат Американский А мы будем Со старшим разговаривать Главное Мы будем с Вашингтоном Разговаривать Наш диалог Вообще Во всем мире Мы все время На этом стоим Наш диалог Это диалог Такой олимпийский Мы Мы штаты Москва Вашингтон Все Прямая Прямая линия Что бы там ни произошло Уши Уши вашингтонские И поэтому Разговаривать будем С Вашингтоном И в данном случае Мы Нам Так сказать Предоставляется Как мы Думаем Возможность Обменять Сенцова Не на каких-то там Украинских наших Там А именно На нужных нам Граждан С именем Заключенных Которые сидят В Америке Другой вопрос Нужно ли это американцам Но они могут Придемонстрировать Гуманность Кстати Это не такой уж Не такой уж Обреченный На неудачу вариант Потому что Американцы могут Придемонстрировать Всему миру Гуманность Сказать Да Сенцов Не наш Вообще К нам отношения Не имеет Но мы готовы Спасти жизнь Человека На которого Плевать Москве И отдать Москве Этих самых Ее Значит Людей Которые у нас Сидят В обмен На спасение Здоровья И жизни Ненужного Нам в принципе Господина Сенцова Это будет Страна Американцев Красивый жест Поэтому Определенные Шансы На это есть Я напоминаю Друзья Вам Плюс 7903 797 6333 Это Смс портал И ватсап Лучше пишите Ватсап Потому что Смс портал У нас что-то Сегодня Пошаливает Ну уж давайте Коль мы заговорили Про обмен В том числе На наших Которые там сидят Тут значит Еще на одного Бывшего Кстати говоря По поводу Российского сидельца Высказался Владимир Путин А именно Высказался он Про Сергея Скрипаля Давайте послушаем Комментарии президента Что касается Скрипалей И так далее Но искусственно Раздувается Этот шпионский Скандал очередной Я уже вижу Что там Некоторые Информационные Источники Ваши коллеги Там проталкивают Мысль что Господин Скрипаль Чуть ли не Правозащитник какой-то Он просто шпион Предатель Родины Понимаете Есть такое понятие Предатель Родины Вот он один из них Он просто Подонок Вот и все Возня между Спецслужбами Это что Вчера родилась что ли Как известно Шпионаж Такая же И проституция Одна из важнейших Профессий в мире Ну и что Это тебе значит Никто это не закрывал Правильно И закрыть Пока не в состоянии Тут я даже Не знаю Николай Карлович Что здесь Ну здесь два утверждения Значит два тезиса Разных Разнонаправленных Значит По поводу Проституции Это наиболее ярко И сравнение Когда он Разведчиков Приравнял К проституткам Это сильно Конечно Сильное заявление Тем более Что я прошу прощения Президент сам Разведчик Вообще-то Немножко-то да Немножко да И никто на моей памяти Еще не называл Проституцию Важнейшей профессии Такого я не припомню Я все-таки думаю Что это оговорка Я думаю Что президент Имел ввиду Конечно Древнейшую И оговорился Назвал важнейшей Получилось забавно Но Тут Проблема Вот в чем Я думаю Что это Оговорка Это оговорка Но само заявление Не случайное Потому что он перевел Тему Отравления Скрипаля Он же ее не затронул Он затронул Личность самого Скрипаля Подонок Предатель Родины Хорошо Предположим Да Хотя там скажем А как называть Как его там Филби Который переходил Англичанин Который переходил На нашу сторону Он тоже Подонок Предатель Родины Только своей Английской Но это же известно Наши разведчики Это шпионы Их это шпионы И предатели Хорошо Но не в этом дело А дело в том Что здесь С одной стороны Вот это Насчет подонка Это странное заявление Потому что Оно может быть Воспринято в мире Как косвенное Подтверждение Нашего участия В отравлении Потому что Президент Как бы сказал Ну он подонок Чего вы из-за него Войта подняли Мужики Он вам нужен Этот козел Этот подонок Эта мразь Человеческая Да подумаешь Страванули его Да идет он лесом И это будет отражаться На наших с вами Межгосударственных отношениях Нашли кого жалеть И это воспринимается Как косвенное Подтверждение Того что мы В этом участвовали Это плохо Не прямое Но косвенное Но то что Вот перевод Вот это Анекдотическое заявление По-видимому Просто Перепутал слова Про спецслужбы И проституток Он переводит Всю ситуацию С охрипалями На уровень спецслужб А спускает С высоких Международных отношений Лондон Москва В узкоспециализированную историю Про спецслужбы Разберутся Вы там Да и вы бы Этих подонков Вы сами травите Представьте себе Вот это уже Смычка между Этими двумя тайцами Представьте себе Что ваш бы перешел И вы бы его отравили Вообще Мне кажется Что по мнению Наших руководителей Весь мир Это такая большая Куча дерьма В которой можно себе По идее Позволить все Если ты только Останешься чистеньким Если никто тебя Не поймает за руку И поэтому Да все вы хороши Это такое Вот Знаете Это в принципе плохо И это Это воспринимается Всеми очень негативно Потому что Это такое Снижение Морального уровня Политического Вот Это такое Воспринимается Как проявление Такого политического цинизма Но тем не менее Мне кажется Что это сидит в головах У многих наших В том числе Очень высоких начальников Что если Что если спрячешь хвост Что если никто не поймает Вперед Нормально Как бы и не было ничего И все так делают И те кто И те кто говорит Что так не делают Они врут Что все циники Что политика Грязное дело Все убивают Только 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 вас не поймали А нас поймали Так что вы нам пеняете В следующий раз Мы вас поймаем Вот примерно Такое Как мне кажется Внутреннее содержание Этого монолога Ну для тех кто не понял Это мы уже в среду Переехали Помимо всего прочего В среду Также Владимир Путин Подписал закон На повышение пенсионного возраста И это в общем Была ожидаемая история Тут пожалуй Из нюансов Которые есть Это то что Сообщается Жители России Смогут перевести В индивидуальный Пенсионный капитал Все имеющиеся Пенсионные накопления Срок от полутора Двух до пяти лет И сказал об этом Зампред Центробанка Сергей Швецов А также интересная история О том что Россиян будут подключать К системе накопления пенсий Без их согласия Минфина Центробанк Решили автоматически Подключать россиян К новой системе Индивидуального Пенсионного капитала РБК об этом сообщила Со ссылкой на свои источники Ну я не знаю Николай Карлович Мы все ждали Что президент Подпишет пенсионную Да разумеется Это совершенно ожидаемо Он сам рекламировал эту реформу И защищал эту реформу Взял на себя ответственность Выступил по телевидению С очень четко организованной Такой систематизированной речью Вот Но здесь конечно Уже мы многократно обсуждали Проблемы всего этого дела Этого решения Еще одна проблема связана с тем Что теперь от столько раз Перекраивались решения по пенсиям Что веры нет уже Да я вам даже больше скажу Накануне подписания Закона Вот это О повышении пенсионного возраста Появляется новость о том Как Путин Министром Говорит Ребята Нет денег на пенсионную реформу И она денег никаких не принесет Это с одной стороны А на следующий день Мы видим На пенсионную реформу Деньги есть Это говорят все специалисты А вот что она уже не принесет Реальных денег Это тоже говорят многие специалисты Вот Но тем не менее Решение принято У нас наша машинка Задней скорости не имеет Назад не едет Вот Но Теперь уже люди не поверят Что все это пойдет В индивидуальный фонд Что оттуда потом Тоже не грабанут их деньги Что государство Свою мускулистую лапу Туда не засунет Волосатую И не возьмет снова Все денежки Вот Действительно Уверенности в этом Никакой нет Плюс Плюс 7903 7976333 Господа Вы в курсе Что происходит Сейчас В Магасе Пишет нам Григорий Быков Мы к этой новости Обязательно перейдем Безусловно Это нельзя Не обсудить Николай Карлович Вот То что Пока мы Так сказать От президента Далеко не отошли Новость Которую мне хотелось бы Обсудить с вами Не просто Как с моим Любимым Николаем Карловичем Но и Как с членом Совета По правам человека Это еще одно Предложение Президента Изменить 282 Ту самую 282 Статью Уголовного кодекса И сообщается нам Что в Госдуму Поступил уже Президентский Я подчеркиваю Законопроект Внесение изменений В эту статью По которой В числе прочего Выносят приговоры За репосты То есть Вот эти самые Известные дела За интернет За лайки За репосты Что предусматривает По правке президента То что Уголовная ответственность По первой части 282 статьи Будет наступать Только в том случае Если речь идет О повторном нарушении Совершенном В течение года То есть Первый раз Попались Будет административка А вот Второй раз За год То это уже Будет уголовное преступление Как вы оцениваете То есть Первый раз Не преступление Да Просто отделаешься Деньгами Пополняем казну Значит Это хорошая новость Не нужно преувеличивать Качество Этой хорошей новости Потому что Это на мой взгляд Половинчатое решение С этим согласны Многие специалисты Мои коллеги По совету По правам человека Но тем не менее Это шаг в правильном направлении Лучше половинчатое В правильном направлении Чем полный шаг В неправильном Потому что Да Все-таки Лучше Пусть Пусть за повторное сажают Чем сразу за первое Это хорошо Там остается еще Масса проблем Связанных с тем Что Остается Вот эта вот Формулировка Унижение достоинства Остается Непонятная формулировка Социальная группа Что за социальная группа То есть Скажем Если мы с вами Пожалуемся там На действия Того или иного полицейского Нас по идее Теоретически Могут обвинить в том Что мы Что мы унижаем Социальную группу По названию Российская полиция А я вам больше скажу Это еще имеет другую сторону Это по-моему В начале сентября Был большой скандал Опять же в интернете Кто-то на кого-то наехал И прозвучал лозунг Бей гомосексуалов И кто-то обратился в суд Так вот Там просто сказали Просто можно не признать Людей социальной группой Там сказали А это не социальная группа Какое преступление А можно признать А можно признать А там условно говоря Глаза голубые Значит это На всех голубоглазах Тянешь ты Нет Значит это очень И кроме того Есть еще Известная тоже Формулировка Связанная с символикой Там скажем Нацистской Когда приравнивается Но это уже вопрос Правоприменения Но правоприменение Тоже зависит от формулировки Закона В значительной степени Потому что Она дает возможность Правоприменения Когда приравнивается Зигование Там скажем Публичное С не знаю Фотографией из учебника истории С фотографией из учебника истории Или с кадром Или с показом кадра Из фильма 17 мгновений весны Это все Предстоит еще Этим заниматься Но тем не менее Шаг я считаю В правильном направлении Друзья Николай Карлович Сванидзе в студии Серебряного дождя Меня зовут Дарья Гордеева Оставайтесь с нами Мы скоро продолжим Серебряный дождь 100 ровно И одна десятая ФМ Silver.ru Итоги недели С Николаем Сванидзе Ну и Николай Карлович Есть несколько сообщений Для вас Которые хочется озвучить Татьяна пишет Николай Карлович У меня вопрос к вам Как к историку Скажите пожалуйста Какие изменения Должны произойти в стране Чтобы люди как раз поняли Чтобы люди наконец-то поняли Как работает вертикаль власти И избавились от этого Дурацкого Бояре Виновата А царь-то у нас хороший Ну это одним махом Не решить Эту проблему Очень серьезную Тут даже дело не в том Что бояре Царь А тут дело просто Я бы сказал здесь Корень в другом Корень в отсутствии Привычки К тому Что ты что-то решаешь В стране Что ты Можешь что-то Сделать Пойти голосовать И твой голос будет учтен И ты можешь сменить Власть Которая тебе не нравится Законным образом Не на улице Не размахивая дубиной А законным образом Пойти и сменить А потом еще раз сменить И у власти Отсутствует привычка К тому что она может быть Законным образом сменена И власть рассматривает Всякую оппозицию Как враждебную силу И еще приписывает Эту враждебность Проклятой за кулиси Зарубежной Всякая оппозиция Это враг А всякий враг Враг подкармливается Из-за океана Все Значит все Все на борьбу с врагом Все на борьбу с оппозицией Ваша нынешняя власть Она есть единственное возможное Вот пока Так считает власть И пока так считают Очень значительная часть населения И начинает дергаться Только когда Чувствует удар По своему карману И не связывает Это с тем Что она Не решает проблему власти Не может ее переизбрать Законным Конституционным путем Вот пока это так У нас конечно мало что сдвинется Потому что возможно Либо Застой И замораживание ситуации Либо революция А русский бунт Бессмысленный Беспощадный Он тоже Это очень плохо Застой лучше Я бы так сказал Он как-то даже безопаснее Но он ведет к бунту И мы оказываемся с вами В замкнутом пространстве Вот Что для этого нужно Для этого нужно Чтобы поменялась психология И людей власти Но это зависит Это решается вопрос Только снизу Если мы с вами Будем по-другому Оценивать сами себя Наши возможности Если мы будем С большим чувством Собственного достоинства Относиться к себе То Но это требует времени И еще вот такой вопрос Николай Карлович А вам не кажется Что мы опять превращаемся В империю зла И как вы думаете Это намеренно Или нас так выставляют Без уточнений Кто нас так выставляет Понятно Нас так выставляют Но мы под это подставляемся Мы даем для этого Очень серьезный повод Это конечно не намеренно Но мы делаем Очень многое К сожалению Для того Чтобы снова оказаться В изоляции А если в изоляции Значит мы империя зла И значит весь мир Мы воспринимаем Как враждебный Только себя Как правильных Только себя Как потенциальных Избавителей Всего мира От всего плохого Ну понимаете Мы одна страна В огромном мире И сейчас прожить Никто не может Отдельно от всего мира И наша попытка К сожалению Она закончится не войной Никто на нас не будет Идти войной Зачем Кому это надо Это страшно Это гибель всего человечества Нас просто перестанут замечать Уже понемножку перестают И это нам не принесет Ничего хорошего Плюс 7903 7976333 Это номер СМС портала Он же номер Ватсапа И друзья Я еще раз подчеркиваю Лучше всего Отправляйте Сегодня сообщение Именно в Ватсап Потому что Какие-то у нас Проблемы С СМС порталом Серебряный дождь 100 ровно И одна десятая ФМ Silver.ru С приветом Набутов Итоги недели С Николаем Сванидзе С приветом Набутов Без Виктора Набутова Дарья Гордеева Николай Карлович Сванидзе В студии Серебряного дождя Николай Карлович Любезно Пронансирую Согласился Задержаться еще С удовольствием С удовольствием С Никитой Небылицким Ну и Николай Карлович Как и обещали Давайте обсудим Ситуацию в Ингушетии Я напомню Что не так давно Произошел Обмен Территориями Между Ингушетией И Чечней Как сообщают В том числе В пресс-службе Чечни Уже на тот момент Обмен состоялся На фоне Протестных настроений В Магасе И вот вчера В течение утра Стали появляться сообщения О том что большое количество людей Сначала была цифра В пять тысяч человек Потом в десять тысяч человек Движутся к Парламенту В Магасе На этом фоне Конституционный суд Ингушетии Потребовал провести Референдум О передаче Земли Чечне Я процитирую По Медузе Конституционный суд Ингушетии Потребовал чтобы Соглашение Об установлении границы Ингушетии Ингушетии И Чечни Рассматривали на Общереспубликанском Референдуме Интерфаксу Об этом сообщил Председатель Суда Аюб Гагиев Также в заявлении Гагиева Которое ранее Было опубликовано В соцсетях Сказано что Депутаты народного Собрания республики Не имеют права Рассматривать соглашение Об установлении Границы С Чечней При этом Вчера Даже стрельба Была слышна В магазе Вот как это было Слава богу Что все это закончилось Тем что стреляли В воздух А тем не менее Юн Узбек Евкуров Подписал Все таки Закон Об установлении Административной Границы С Чеченской Республикой Николай Карлович Чего нам ждать В этой ситуации В так нестабильном Мягко говоря Регионе Все таки Мне кажется Такие вещи У нас традиционно Даром не проходят Да Острая ситуация Просто страшно Острая ситуация И у нас постепенно Мы видим с вами Это ведь не первый пример Первый пример У нас был недавно В Кабардино-Балкарии Да Схожий по сути Абсолютно схожий Когда Внутри одной республики Два народа Старые Очень забытые Ушедшие внутрь Казалось бы забытые Но внутри Тлящиеся Взаимные обиды И вот они Как вулкан Вдруг вырываются Наружу Здесь то же самое Здесь только народ По сути Почти один Это войнахский народ И чеченцы и ингуши Они очень В отличие от кабардинцев И балкарцев Которые К разным этническим группам Принадлежат Чеченцы и ингуши Принадлежат К одной этнической группе Очень близкой Но это в данном случае Знаете Между ближайшими соседями Как между родственниками Самые острые конфликты Вот Ингушей немного Это очень Очень Немногочисленный Относительно народ Там порядка полумиллиона Всего Граждан Ингушетии Но территория тоже Совсем маленькая Совсем маленькая Поэтому Республика Довольно густо населенная И Над ними В какой-то мере По-видимому По их мнению У них есть Некоторые комплексы В отношении Чечни И в отношении Такого жесткого Опасения В отношении Такого жесткого Соседнего руководителя Как Рамзана Ахматович Кадыров У меня такое ощущение Что эта проблема Решалась в Кремле Что В Кремле Позиции Кадырова Сильнее Чем позиции Евкурова Президента Ингушетии И хотя Это был вроде бы Как представляется Я не смотрел прямо Точно по карте Но это Представляется Что это был достаточно Равноценный Территориальный обмен То есть Это не то что Ингуши чем-то пожертвовали А чеченцы Ничем Нет Это был обмен Часть территории Перешла в Ингушетию От Кадырова Часть территории Перешла в Чечню От Ивкурова Но тем не менее Ингуши остались Недовольны Значит Это значит Что руководство Республики Не сумело Объяснить Адекватность Этого обмена И необходимость Ее для Ингушского народа А это ведь Эмоции Вообще Все что касается Межнациональных отношений Это чистые эмоции И дальше Взрыв И теперь Мне кажется Что у Юнусбека Ивкурова Там достаточно Он уважаемый человек И мной уважаемый Но у него Достаточно тяжелое Тяжелое положение Потому что Он оказался между Молотом Кремлевским И наковальней Общественного мнения Собственного народа Это очень тяжелая ситуация Друзья Оставайтесь под серебряным дождем Николай Карлович Сванидзе Также останется Вместе с нами Никита Небулицкий Мужские игры Через несколько минут Далее в эфире Мы обсудим Новый скандал С ГРУ Что произошло В Нидерландах Про Ингушетию Тоже поговорим Для этого Второй половине часа Позвоним Дмитрию Борисовичу Орешкину Мужские игры Доброе утро Это мужские игры Никита Небулицкий Дарья Гордеева И у нас остался На 15 минут Наш дорогой Николай Карлович Сванидзе Доброе утро Мужских резидентов И Нидерланды Подбили меня Под корень Проклятые голландцы Вы имеете ввиду Талончик Талончик На такси Да Я компьютер Имею ввиду Который Погорел На большом количестве Вайфаев Которых он подключался Это что ж получается Что у нас на весь гру Один ноутбук что ли Вы думали что они Штилицы Они плейшнеры И воздух свободы Воздух нидерландской Свободы Сыграл с ними злую шутку Сыграл с ними злую шутку Они расслабились Подставились Со своими ноутбуками Со своими талончиками На такси От гру до аэропорта Если конечно Нам не врут Голландские спецслужбы Потому что с них ведь ставится Они ведь соврут Недорого возьмут Никита Мы же с вами понимаем Они же такие Они же там такие на западе Им соврать Как дышать Есть еще одна проблема Которые говорят Только правду И одну только правду Это да Но есть еще одна проблема Которая меня еще больше Опечалила Дело в том что Журналист инсайдера Он вчера Сделал нехорошую вещь Он вот взял эту квартиру Вот в которой Они все зарегистрированы И все машины Которые на эту квартиру Зарегистрированы В базе ГАИ пробил И 330 человек Вместе с фамилиями И именами И соответственно Их всех пробили Потом по выездам Они отпечатки пальцев сдавали И 306 человек Запалились наших И что теперь делать Ну это то о чем мы с вами О чем мы с Дашей Вот говорили полчаса назад Что вся информация Достается из открытых источников Не нужно ничего Не нужно ничего рыть Под видом телеграфного столба Переходить границу Там не знаю Не нужно этого всего делать Все это в открытых источниках Делается Расслабуха Это значит Что у нас Вот тот Общий Легкий Бардачок Который у нас царит Царит в стране И в государстве Под видом Жесткой вертикали власти Он на самом деле Никого не должен обманывать И то же самое Царит и в спецслужбах Это значит Что уровень Сотрудников Наших спецслужб Он тоже Может оставлять Много лучшего Я не знаю Как обстоит дело В других спецслужбах Может у них то же самое Вообще Мне кажется Что вот эти мифы Штирлицовские И так далее О том Что они все такие гениальные И у них У всех такой аналитический ум И они способны запоминать Сразу же Так сказать Большую советскую энциклопедию Один раз взглянув На страницу каждую Это все не так Там нормальные Нормальные Оперативники работают Вот Достаточно часто ограниченные И им свойственно Делать детские ошибки Все здорово Но только в истории спецслужб Ни разу не было Чтобы такое количество народу Одновременно спалилось Вы знаете в чем дело Тут я думаю Дело не только в том Что одновременно Такое количество народу спалилось А в том Что это нам одновременно представляют Потому что я думаю Палились и раньше Просто раньше Была другая система Межгосударственных отношений И мы друг к другу Относились с уважением Если кто палился То об этом не свистели на весь мир Палились и палились Но отправляли их тихонечко Депортировали в страну Они нас депортируют Мы их депортируют Сочтемся По родственному А теперь Когда отношения Совсем не родственные Когда отношения Очень жесткие Каждая лыка В строку И теперь каждый раз Когда мы палимся Они суются нам В нос И это приводит К еще большему ухудшению К новому витку Ухудшения отношений Я думаю Дело в этом Ну смотрите коллеги Никит Прости Перебью тебя Это просто за вчерашний день Вот за вчерашний день Новости Нидерланды объявили О высылке Четырех россиян За попытку кибератаки На организацию По запрещению Химического оружия Нидерланды Обвинили разведку России В попытке Украсть файлы О расследовании Крушения Боинга Под Донецком Совместное заявление Великобритании И Нидерландов О безрассудных операциях Российской разведки И одну секундочку Минюст США Предъявил обвинение Семерым сотрудникам ГРУ Еще один принципиальный вопрос Николай Карлович Я не могу его не задать Вот вы Любите же наверное Как и я Кинофильм Мертвый сезон Да Хороший фильм Кроме нас Знаете его Кто еще любит Знаю Да Он тоже Он любит Да Он любит Вот Меня в связи Это вопрос Помните такая Драматическая сцена Когда Ладыгин С американским Своим коллегой Идут на встречу Друг друга по мосту Оборачивают Смотрят друг на друга Потом восходят Клайя Разъезжаются в Волге Вы мне скажите пожалуйста Какому Долбодятлу Пришла в голову идея Поменять девушку Анну Чапман Не на американских Шпионов А на господина Скрипаля Который полковник И на господина Запорожского Который мало того Что тоже полковник Так еще и ко всему Заместитель начальника Службы Контрразведки СВР И носитель Большого количества Государственных секретов Это какой такой Талантливый человек Совершил обмен Наших на наших Ну не знаю Но видите ли Тут вопрос в личных отношениях Кого с кем Постесняюсь спросить Анны Чапман Владимир Владимирович Они только песни пели Нет Я читал Я читал о том Что папа Анны Чапман Он тоже не последний человек В нашей стране И вполне себе знаком И с высшим руководством Российской Федерации А вы знаете где сейчас Анна Чапман Она работает на телевидении На телевидении Она ведет А находится она где сейчас Где я понять не имею Я не слежу за судьбой Анны Чапман Сейчас вам скажу В великой Совершенно не дружественной нам Гадящей постоянно Британии Да пусть она находится где хочет Это не важно Это ее личное дело Я не собираюсь следить За действиями Анны Чапмана Хотя она яркая Рыжая девушка Но я знаю Девушка хорошая Я знаю что она ведет программу Ведет она ее Как я понимаю Так же успешно Как она вела разведывательную деятельность Они между прочим Канал РНТВ Они открытые источники Они открытые источники Передавали игру Это на суде установили Поэтому такой срок дали маленький Они вообще лихили Вообще мне нравится Знаете Вот я же люблю этот вот Замечательный термин Функционарио Да такой есть Вот международный Испанцы ввели Это вот люди Которые сидят на бюджете Такой немножко совок Устроили по всему миру И от этого бюджета Вот как пел Слепаков Из потока делают глоток Знаете Вот кстати В развитии того Что вы говорите Я не исключаю Что теперь В разведку устраивают Тоже по блату Понимаете Вот правда А что хорошая работа А что поди фигова Устроиться туда кротом Стратегическим Значит значит Разведчиком Резидентом от президента Значит приезжаешь туда Внедряешься Тебе бабки присылают Живешь себе Не тужишь Лет 10 Делаешь что хочешь Ковыряешь себе в носу Всеми четырьмя лапами Потом тебе через 10 лет Приходят Слушай А не мог бы ты Сфотографировать там Фонарный столб Где нибудь в Нью-Йорке Ты идешь фотографируешь Фонарный столб Замечательно Присылаешь Стратегический разведчик Все довольны У девочки карьера Папа доволен Роскошь Роскошь А еще знаете Я тут Ухожу я тебе После того как Мне Жена Моего друга детства Интервью показала Маргарита Симоньян Я вообще Еще и Ведь у нас же Получается и гомолобби В разбедке Теперь есть Нет Ну там не совсем так Это Резервная легенда Не ну конечно Понимаете Я наблюдал за лицами Этих двух мужиков Которые с одной стороны Им сказали Значит так мужики Вы не спорьте Если будут говорить Что вы геи Вы открыто не спорьте Но они не могли себя заставить Потому что Я офицер ГРУ Блин Я гей И у них это на лице было написано И когда про Нина Ричи Она их спрашивала Говорила Я нормальный мужик Откуда у меня Нина Ричи А он с одной стороны Нормальный мужик А с другой стороны Опровергать полностью Легенду о том Что они геи Потому что они путешествуют вдвоем Спят в одной койке В одном номере Ну как бы Напрашивается эта мысль И конечно Их это угнетало до крайности Потому что Герой России Если мы верим этой версии Герой России Полковник ГРУ Я Анатолий Чепига Я гей А родина Родина прикажет Будешь геем Все Кем хочешь Очень хорошая Слепаков опять же Выдал песню Она вот тут ходит Вы наверное ее слышали Слышал Про Шпилевили Вот И мне хотел ее поставить в эфире Меня зажали Свободу слова Традиционно Но знаете Мне вот на самом деле Вот во всей этой ситуации Очень жалко Маргариту Симоньян То есть Вот Я бы не знал Она на самом деле Она на самом деле Из этой очень сложной ситуации По-моему вышла С потерями С потерями Но минимальными Потому что Она все-таки Постаралась Она постаралась Дистанцироваться От этих ребят Но Степ Конечно Был полный Я не понимаю Как она Я не думаю Что она благодарна За то что ее В эту ситуацию Конечно Внеды Вы мне другое Объясните Путин Зачем вообще В это полез Вот зачем Вообще Он в это полез Николай Карлыч Кажется в курсе Это вопрос Владимира Владимировича Он со мной Не советовался По этому поводу Да я понимаю Но просто понимаете Было миллион вариантов Как эту ситуацию Обойти Значительно более элегантно То есть Это получается Что он бедный Сам себя Вот в эту ситуацию Просто вот таким Пукнул в муку Я тоже Я тоже не считаю Что именно то Что он их лично Направил на телевидение Это было правильное решение Я не исключаю Что Понимаете Это синдром Авторитарного правления Никита Когда один человек Принимает решение Один То он Не всегда Эти решения Принимает правильные Вот то То-то и оно Да Потом происходит Накопление Ошибок Мутации Мы уже говорили Мало того Когда он принимает Неправильное решение Ему никто об этом не говорит Поэтому он даже не в пользу А кто ему скажет А кто же ему скажет Он же Он же Он же памятник Просто же Есть же У памятника Есть несколько тем Которые прям Вот его Животрепищут Это прямо видно А он сейчас Очень любит спорт А мы видим сейчас Со спортом облом Мы видим сейчас с вами Боксим со спортом Но мы видим с вами Что он Очень многие вещи Которые От которых он мог бы Дистанцироваться Он их проговаривает сам И сам за них Берет ответственность Это ситуация С этой парой Гнедых Искусствоведов Это ситуация С пенсиями Когда он сам вышел И на этом я думаю Потерял несколько Рейтинговых очков Это ситуация Сейчас с подонком И предателем Родины С Крипалем И с проститутками Значит Они же шпионы Вот он сейчас Вынужден Никого нет Кому бы верили Верят только ему Поэтому он сам Какие-то важные вещи Проговаривает На этом теряет Это существенный момент Знаете Ну вот Пускай меня сейчас Закидают помидорами Мне по-человечески Его дико жалко Во всей этой ситуации Причем Она давно уже началась У меня такое ощущение Что он находится В положении человека Который может быть Что-то и сам бы не хотел Но он в такой жизненной ситуации Что вот следующий как бы шаг Он обозначен предыдущим Уже свернуть с этого Никуда нельзя И вот по вчерашнему Этому интервью Я его очень внимательно Смотрел несколько раз Ну вот то что он говорил При всем том Что это вот эти Обычные были Гопнические штучки С шутками уровня Второго класса ПТУ Но видно было Что ему вся эта ситуация Ужазно неприятна Это по форме Никит Это по форме Вы интерпретируете Как второй класс ПТУ Это стилистика И он посылает Вполне Так сказать Понятные сигналы О которых мы говорили Сегодня с Дашей Но здесь дело не в этом Я хочу сказать Что во первых Нас не надо жалеть Ведь и мы никого не жалели Как известно А во вторых Я думаю Что вы ничего не могли сказать Более обидного для него Если бы он это услышал Чем жалость Потому что уж Это явно не то чувство От вас И от нас От всех На которые он рассчитывает Нас закроют Нас закроют Светницы